Здравствуйте! Я Татьяна, мне 53, я коренная москвичка. И уже 26 лет за рулем. И все 26 лет практически без аварийного вождения. Мало того, что наши пришлые градоначальники уничтожают сам город, они еще все делают для того, чтобы выжить отсюда москвичей. И вот последние изменения, касающиеся увеличения стоимости платных парковок и сокращения времени бесплатной остановки до 5 минут, это еще один бесчеловечный шаг в этом же направлении. Друзья, у меня большая просьба. Сейчас удалось изъять несколько листов подписанных, пустых. Поэтому обращайте внимание, что вы подписываете. Вверху листа должны быть три абзаца. Именно по поводу отмены новых правил парковки и заставку Лексутова. Чистые листы, пожалуйста, не подписывайте. Если есть какие-то вопросы по поводу листов, подходите к организаторам. Я в желтом жилете, Денис и Александр, они тоже в жилетах. Поэтому большая просьба. И не выносите подвесные листы за рамки. Если уже кончилось место, приносите, пожалуйста, там, где звук, где колонки. Спасибо. Парковки у социальных объектов необходимо сделать бесплатными. Велодорожки не должны быть вместо парковки неправильно, если они мешают автомобилистам. Продолжение следует... Когда мэрия Москвы во главе с Лексутовым и Собяниным организуют парковочные места у больниц и травмпунктов. Мы хотим спокойно заниматься своими детьми, а не выглядывать унесут наши машины-эвакуаторы или нет. Что за беспредел устроили в Москве эти два человека? Мы не хотим жить под руководством своры Собянина и Лексутова. Спасибо. 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 Друзья, хочу еще раз подчеркнуть, что каждый ушедший с дорог Москвы автомобилист – это зеленый свет в сторону строительства очередных безумных человейников без дорог и парковок. Дефицит парковочных мест, который мы наблюдаем и которым прикрывается Лексутов, он имеет рукотворный характер. Идет два процесса – сокращение парковок и интенсификация стройки морально устаревшего жилья. Люди в регионах, измученные бедностью и безысходностью, переезжают в эти человейники, естественно, покупают автомобили и тут же становятся питательной средой для тех, кто эту схему придумал. Москва не резиновая. Помните это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, скажите, пожалуйста. Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пришел выразить свою позицию по поводу нововведения, касающихся платных парковок, по поводу сокращения бесплатного парковочного времени с 15 минут до 5 минут, что особо возмутительно. Ну и, конечно, за общую политику в этом направлении. Потому что автомобилистам становится все тяжелее и тяжелее. Это и абсолютно неконтролируемый подъем цен на топливо. Это и эти ужасные повышения. И в связи с кризисом, вызванным международной политикой, население всего сильнее и беднеет, и жить становится все тяжелее и тяжелее. То есть эта площадка, это площадка общего протеста. И протест тут идет во многих направлениях. Но очевидно, что рыба всегда днеет с головы. Понятно. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствую всех тех, кто собрался на митинге. Считаю новые правила парковки ничем иным, как смачным, конечным плевком в адрес техна обычных жителей и гостей столицы. Считаю, что послушки регулируют трафик путем введения имущественного цензора. Это самый примитивный и социально справедливый способ. Считаю, что наиболее пострадавшей категорией граждан в этой ситуации являются семьи с маленькими детьми. Именно нам зачастую очень сложно использовать общественный транспорт. Именно мы приезжали в Москву по выходным, чтобы посетить культурные мероприятия, гуляли полюбоваться между детьми, нашли бы на столице. Да, товарищ Ликсаков, вы действительно освободили Москву. Освободили меня и моих детей. Для тех, у кого есть власть и деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Играет музыка Автомобилистов они за людей не считают Раз большинство нововведений Направлены на поборы именно с автомобилистов Зачем тогда проводились Все эти госпрограммы По поддержке автокредитов Первый автомобиль, семейный автомобиль Зачем это все было нужно Если сейчас идет борьба С личным автотранспортом в городе Зачем все это Кто спрашивает мнение у людей По этому поводу Ни одна сволочь не подошла Не поинтересовалась ко мне Это не на основе народного мнения Это на основе граждан Которые сидят во властных кабинетах города ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все мои бабушки и дедушки Родились в Москве Это мой город Я хочу чувствовать себя в нем комфортно А мне приходится все время нервничать Забирать детей из школы Отвозить в детский сад В поликлинику Потому что остановки запрещены А парковки находятся далеко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Дмитрий Я коренной москвич и автомобилист С десятилетним стажем Уже несколько лет я вынужден наблюдать Как приезжие провинциалы Которые не знают и не любят Мой родной город Такие как Сергей Семенович Сопянин И в особенности Максим Станиславович Лексутов Делают Москву непригодной для жизни Московские автомобилисты Подвергаются настоящему геноциду Я категорически против платных парковок И всей преступной политики Дептранса Направлены не на борьбу с пробками Не на улучшение качества жизни москвичей А только на пополнение карманов Лживых и нагрых чиновников Я от души поддерживаю всех Кто пришел на Митер с 23 декабря в Сокольник Мы должны бороться за свои права И за свой город Добрый день Меня зовут Корнилова Дарья И я выступаю против платных парковок Потому что я считаю, что это преступление против горожан Против самой социальной незащищенной части наших горожан Против пенсионеров, против инвалидов, против детей Нельзя оставить машину Везде перебивайте, везде поймите Это без обратных Я хочу спокойно ездить по центру И не бояться, что мою машину Ужимать эвакуаторы Я считаю, что введение платных парковок Постоянное повышение стоимости парковочных мест Направлено на обогащение совершенно конкретных людей Но не сделано за интересы наших горожан Я считаю, что это преступление И что за это преступление Должны жить совершенно конкретные люди Отцены, что это значит И смысл, что это обычно Должны все сотрудники Должны все сотрудники И Potenzial Продолжение следует... Сняли металлический шлагбаум с ее инвалидного места, мотивируя это тем, что на это имеют право только инвалиды-колясочники. Я считаю это абсурд. Я считаю также, что я не должен платить 3000 в год за место, где я родился, вырос и чего-то добился. Продолжение следует... Свободные. Спасибо огромное. Свободные. 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 Субтитры делал DimaTorzok Раз, раз! Меня слышно! Здравствуйте! Все, кто пришел сюда на митинг Мы выступаем против новых парковок Нововведений Против повышения парковок Так, а вот поступил за образ Кто-то люди собирают в нескольких местах подписи Просьба все заполненные подписные листы приносить нам И сдавать организаторам Да, кто не подписался, подписаться обязательно Вот, так Насчет митинга Мы собрались здесь за то, чтобы отправить Лескутову в отставку Да! Мы согласны этому? Да! И Собянина тоже, потому что он подписал Этот антинародный документ Друзья, подписывайте петицию в офлайн виде Смотрите на то, что вы подписываете Не подписывайте какие-то белые листы На нашей петиции написано точно и четко Русским по белому Под чем вы подписываетесь На наших подписных листах всего лишь 10 На каждом листе 10 позиций Ну, 10 подписей Девушки ходят по этой площадке Собирают подписи От вас нужно всего две вещи Первая, это пройти сквозь рамки Вас посчитает белый счетчик Вторая, это оставить свою подпись Вот в таком живом виде Это важно Все, как только вы эти две вещи сделали Вы можете не морозить себе пятую точку И спокойно идти по своим делам дальше Смотрите, эти подписи надо отдавать вот сюда Значит, вот видите, молодой человек стоит в желтом жилете Значит, ну, в общем Сюда подносите к звуковому оборудованию Мы у вас эти подписи возьмем Но лучше всего, конечно же Оставить эти подписи Чтобы не таскать подписные листы Оставить эти подписи у девушек Все, спасибо Спасибо